Не за горами тот день, когда рынок криптовалют выйдет на новый уровень, говорят эксперты. Станет ли двигателем этого процесса закон о цифровых финансовых активах, что изменит в работе единые правила? Ответы на многие вопросы искали представители власти, юристы и другие участники на конференции РБК. Закон это как подтверждение страны государства, что оно это явление признает и не запрещает. Это главная индульгенция от возможных претензий налоговых органов, Росфинмониторинга, банков. Поэтому мы имеем криптовалюту как технологический продукт, как финансовый инструмент, но до сих пор не имеем как явление, которое подлежит юридическому регулированию. Ждем. Основная проблема в России в отношении регулирования криптовалюты ICO сводится к тому, что мы не очень хотим смотреть, что происходит в мире. Мы пытаемся изобрести свой велосипед, принять отдельный шапочный закон по цифровым финансовым активам, что в корне неправильно и создает дополнительные проблемы для бизнеса. Явление новых объектов гражданских прав в обороте с одной стороны может напугать, а с другой стороны это вызов для раскрытия права как системы, показывая, что оно должно и может внести в себя разные вещи и дать бизнесу, обществу те продукты, которыми она может пользоваться. Смарт-контракт построен на некой блокчейн-платформе, в него невозможно вести изменения. В смарт-контракте минимальное злоупотребление сторон, а обязательства исполняются, и контроль за исполнением обязательств осуществляет компьютер, машина. Когда вы можете решить уравнение в одну сторону, но не можете решить в другую, и майнеры им занимаются именно перебором этих функций и этих решений. За результат своего труда они получают вознаграждение в той цифровой единице, которой они занимаются, будь это там биткоин или что-либо другое. Мои коллеги, которые занимаются гражданской правовой стороной вопроса, считают, что на самом деле подход законодатель скорее всего будет к криптовалюте как к иному имуществу. Если мы подходим таким образом, то мы понимаем, что налогоблажение скорее всего будет построено по примеру того, как сейчас облагается операция с тем или иным имуществом. Конечно, регулирование нужно. Как правильно отмечал ряд спикеров, это регулирование должно найти баланс между частными и публичными интересами. То есть оно должно быть в меру либеральным, чтобы не спугнуть инвесторов, чтобы не спугнуть имитентов. Россия ждет появления новых механизмов инвестирования. Физические лица, большое число непрофессиональных, неквалифицированных инвесторов, которые раньше были лишены возможности инвестировать, они получат достаточно понятный и безопасный инструмент инвестирования. Появятся новые возможности, новые возможности для роста бизнеса малого и среднего и новые возможности для инвестирования просто и легко.